мир себе сестра я хотела сегодня обсудить поговорить вопросы вообще задать по поводу ношения платка по поводу того как ты к этому пришла и какие вообще проблемы были вот это во второй части обсудить а в первой части коротко коротенько сказать о 1 коринфянам 11 и глава а вот и толкование златоуста потому что многие всячески отмечиваются всячески это толкование как-то обходят стороной вот сейчас начну так начну демонстрацию начать демонстрацию так не знаю видно сейчас или нет так вот 1 коринфянам 11 глава с 5 по 16 стих и всякая жена молящийся или пророчествующий с открытую голову постыжает свою голову ибо это тоже как если бы она была обритая ибо если жена не хочет покрываться то пусть и стрижется а если же не стыдно быть острижены или обриты пусть покрывается и так муж не должен покрывать голову потому что он есть образ и слава божия а жена есть слава мужа ибо не муж от жены нужно от мужа и не уж создан для жены нужно для мужа посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над ней для ангелов впрочем не уж без жены не жена без мужа в господи ибо как жена от мужа так и муж через жену все же от бога рассудите сами прилично ли жене молиться богу с непокрытую головою не сама ли природу учит вас что если муж растет волосы то это бесчестье для же для него но если жена растет волосы для нее это честь так как волосы данные вместо покрывала если бы кто захотел спорить то мы не имеем такого обычая не церкви божией дальше толкование златоуста может быть я коротко то есть это 26 беседу златоуста это я просто выдержки оттуда потому что кто хочет полностью то есть сам может открыть там на звук и вера там это все есть может быть кто-нибудь станет недумевать и спросит себя какая вина в том если бы жена от жены открывались а мы же покрывались в чем здесь состоит вина можешь видеть и следующего мужу и жене дано много различных знаков одному власти а другой подчиненности между прочим этот чтобы же жена покрывалась а муж был с обнаженной головой если таковые знаки то оба они погрешают когда нарушают благочение и заповедь божью когда приступают собственные пределы муж не спадая до уничижения жены а жена возвышая своим внешним видом пред мужем если мне позволительно изменять свою одежду то есть жене одевать мужское платье а можно надевать женскую одежду и покрывала на женщине должно быть говорит писание мужской одежды и мужчины не должен надевать женское платье второзаконие 22 5 вот тем более не позволительно меняться одеждами это кстати сейчас очень многие так вот ну это женские брюки ну мы же не надеваем на мужчину юбку и не все об этом знали сто лет прошло сейчас уже в европе такая тенденция у садомитов там женскую одежду сорочки кружевные там всячески для садомитов для мужской фигуры с кружевом это все выпускать что сто лет пройдет это тоже скажут это мужские сорочки но уже как христиане мы не можем с этим согласиться же так дальше это узаконены людьми хотя после и утверждена богом а то происходит от самой природы той чтобы она покрывалась а другой не покрывался под имени природы из разумею бога потому что он есть создатель природы потому если ты приступишь эти пределы то смотри сколько произойдет вреда не говори мне что это преступление мало важно она великое само по себе потому что она есть прислушание а если бы и было мало важно само по себе то она велико потому потому что касается знака великих пределах а что это знак велик видно из того что он производит благоустройство вроде человеческом представляя в надлежащем виде начальствующего и подчиненного поступающий же против этого приводит все в смешение лишает себя даров божьих унижает честь даровну ему свыше и не только муж но и жена ведь для нее большая честь сохранять свое место а напротив постыдно выходить за при из пределов потому апостол и говорит об них обоих всякий муж молящийся или пророчествующий с покрытую головой постыжает свою голову и всякая жена молящийся или пророчествующие с открытую голову постыжает свою голову в то время как я сказал были и мужи пророчествовавшие и жены меж и этот дар например дочери филиппа и другие прежде и после них кстати вот тут написано и жены имевшие этот дар например дочери филиппа писание четко написано девицы девицы они были девиц они не были замужем тут жены имеется ввиду в писании женский пол то есть когда говорят же и священники такие находятся которые прям храм своих дочек приводят даже не в свой храм и не значит священник бабушки делают замечание на что священник осаживает что она не замужем она девочка может не покрываться хотя если бабушка напустим всю жизнь замуж не выходила то есть она значит тоже не может не покрываться но почему если такая бабушка зайдет храм есть замечание же сделают то есть это потому что женский пол имеется ввиду не только там что она там социальный остатус замужем она не замужем дальше а них и пророк в древности сказал будут пророчества цены вашей дочери ваши будут видеть виденье его или 228 кстати пророчество это не только видение будущего то есть это когда человек говорит волю божью если только тому как это у нас права ангу думает это пророчество как это вообще отдельная история страшно я хотела сказать там ты зачитываешь будут видеть видение до в снах вот и многие обманывается да описание видят сны и думает что это сны от бога или прожиточную прошлую жизнь греховную когда приходит ко христу живу вероят во христа им снятся сны да или там ну что-то из библии прочитал где-то как будто ты видишь себя там сны и это все принимает как бы к себе какое-то пророчество и действие за действительность да мы знаем что из святых отцов что если во сне видишь крест значит этот сон от бога а еще бывает например у меня было так один и тот же сон на протяжении жизни у меня было два сна на протяжении жизни которые повторялись и и они прекратили себя повторяться эти сны когда я уверовала во христа то есть это сон был на христе как душа моя встретиться со христом вот такие два сна и если да если эти сны от бога они повторяются то они исполнятся не надо я не я вообще никогда не верила в сны я должна уже никогда не это как тень как пар какой-то то есть ну есть и есть вот дети маленькие они тоже видят сны да вот у меня дети и иногда и они не хотят просыпаться то есть хотят досмотреть сон это воображение это как я говорю сон это как мыльный пузырь дуне все проснись и все его нет улетучился сон ну там такая история хорошая как это это фильм просто они смотрят им какой-то фильм как это во сне такой интересно вот дети рождаются младенцы да вот и до года они спят и постоянно смеются во сне во время сна смеется улыбается и я всегда смотрела всегда задавалась вопросом что же им такое сниса почему они такие веселые радостные причем в этот момент ну у них нету ничего откуда они взялися что они могут видеть да непонятно так давай дальше толкование так так мужу апостол повелевает быть открытым не всегда только во время молитвы всякий муж говорит молящийся или пророчествующий с открытой головой постыжать свою голову дальше жене же повелевает быть покрыты всегда потому что сказав всякая жена молящийся или пророчествующие с открытой головой постыжать свою голову он не останавливается на этом но продолжает ибо это тоже как если бы она была обритая если быть обритой всегда постыдно то очевидно что и быть не покрыты всегда постыдно дальше апостол не останавливается и на этом но еще присовыкупляет жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов 1 коринфянам 11 10 показывает что не только во время молитвы но и всегда она должна покрываться ибо если жена не хочет покрываться то пусть стрижется а если жене стыдно быть остриженной или обритой пусть покрывается 1 коринфянам 11 6 сначала требует чтобы жена не обнажала головы своей а потом объясняет что она постоянно должна быть покрытой ибо это тоже как если бы она была обритая и при том покрытой со всей тщательностью и осмотрительностью так как не сказал просто да накрывается но покрывается то есть это надо там смотреть вот то есть у нас в храме очень часто сейчас такая тенденция идет то есть именно накрывается то есть они вот как вот себе плато какой-нибудь наденут где-то на затылке впереди все все волосы видно или еще бывает следующая стадия не платок а полоска ткани который где-то на середине головы висит впереди сзади тоже все открыто или бывает еще одна тенденция покупаю всякие сетки даже храмы когда мы в храме купили когда у меня муж замечание сделал там на спевчий и страшную вещь конечно сказали ну за это то что нам продали будут отвечать те кто продавал то есть вот эти продавщицы в храме которые вот они там продают в лавке то есть они за это будут отвечать то есть вот так сказали а вот а это же как вот это же вообще там это кому эти сетки там у меня ассоциации просто сетками из-под лука то есть это никакое не покрытие там вообще это что в платке что без платка все видно дальше то есть должна тщательно закрываться со всех сторон то есть написано со всех показывает и неприличие противного образа действий и сильно укоряет когда если не хочет покрываться то пусть и стрижется если говорит ты свергаешь покрывало установленные законом божьим то свергни и данной природой хотя сейчас уже головы бреют даже таких певиц слушают дальше женщине неприлично показывать мужчинам открытую голову хотя бы золото вплетено было в кудре или не связанные волосы ей неприлично носить наверху гребень наподобие шлемы или видно издали мужчинам блестящую башню неприлично и то чтобы сквозь тонкий лен просвечивали твои волосы вместе покрытые и открытые Григорий Богослов архиепископ Константинопольский то есть вот тоже Григорий Богослов об этом говорит сквозь тонкий лен просвечивали твои волосы то есть это неприлично то есть это у нас например такие платки это шифоновые то есть прямо они прозрачные прозрачные дальше вот сейчас закончу так конечно было бы не в порядке вещей если бы кто стал носить платье только до колен достигающие как у спартанских девиц у женщины ни одна из частей тела не должна оставаться обнаженной святой Климент Александрийский вот многие сейчас даже священники у нас сестра с этим сталкивалась она с женщинами в храме когда беседовала и тут священник где-то там услышал из комнаты и как-то вот он соблазнил то есть собеседницу сказал это не нам это коринфянам и многие сейчас и женщины то что говорят это коринфянам вот марка 13 37 а что вам говорю говорю всем водорствуйте говорю всем это Христос сказал то есть когда говорят это не нам это коринфянам ну там языческая страна была вообще и времена такие были чтобы как-то отличаться крестьянам и все в таком духе а сейчас у нас не язычество далеко ходить не надо прошел новый год и так сейчас я уберу вот прошел новый год да и везде там эти драконы драконы да как дракон встречает там с каким цветом платьев там все в таком духе дальше там всякие там битвы экстрасенсов гороскопы что у нас это не язычество то есть ничем от язычество вообще не отличается там уже написано говорю говорю всем вот вот когда вот это вот это вот нам обращается он же не в коринфе родился он 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 антиохий сирийской дальше он в афинах вот где он там у него там служение был он дальше афины потом константинополь там ну все это кто прочитать житие то есть в интернете есть вот то есть он не то что он там в коринфе родился в коринфе жил в коринфе проповедовал в коринфе умер и поэтому он это о платке говорит именно коринфе ну то есть от этого нигде ни у кого из святых нигде не увидишь что это коринфе то есть нигде это только современный вот уже 21 века придумка то есть уже начиная с советских времен 20 21 век так это уже это так коротко то есть это что я вот в общем так вот хотела сказать дальше хотел уже спросить у тебя то есть когда вот ты узнала то есть как вот как ты узнала вообще про платок и вообще как к этому отнеслась о покрытии головы я еще узнала вообще из детства носила такие в россии вот для детей были такие детские косыночки белые но здесь типа как повойничек вот так вот пришли нам это очень раз детство на мам покупала потому что лето жарко и чтобы не было солнечного удара им на белый вот мне всегда нравились я всегда носила ну по дому в огород везде не в школу потом когда мы приехали из россии в молдавию в молдавии я уже увидела много людей даже в кишиневе и взрослые женщины они носят платки монахинь я много увидела там вообще знаешь монахи много вот именно на самом кишиневе в каждом доме или вообще в доме в квартире может жить по несколько монахинь я видела что они все покрыты но потом я уже познакомилась в церкви с верующими но и они говорят что в церкви нужно покрывать голову и причем я когда первый раз пришла в храм тогда это было холодно уже зима на мне была шапка но потом когда сразу вопрос ты в какой храм ходишь сейчас на данный момент я проживаю в германию московской патриархии я хожу рпцз то есть вот я например хожу рпцмп московская патриархия рпцз это русско зарубежная церковь м.п. м.п. да понятно не старообрядческую то есть как можно там некоторые сейчас себе то скажут а это старообрядцы нет никакого старообрядцев отношения не имеем я например республика татарстан казань рпцмп тоже не старообрядцы мне семьи никого не старообрядцы чтобы сразу найти вопрос ответить дальше и в кишневе я уже познакомилась с верующими и я узнала от них что ну вообще девушки вообще женский род должны всегда покрывать голову свою но главное они когда говорили вот они не так настойчиво все это должна одеть и все вами да там сразу все приходят я не видя ни одной женщины молдавии в храме вот там где мы жили без вообще платков я сама у маминой сестры искала платок даже говорю тетя у тебя есть там я хочу пойти в церковь она даже обрадовалась вот и так я в общем когда шла в церковь всегда одевала платок потом я уже работала уже закончила 9 класс 10 потом десятый с половиной и я познакомилась я тоже с верующей женщиной учительница болгаркой и она мне тоже говорит что нужно всегда носить платок хотя есть а мой иногда даже в школе было стыдно она одна ходила на юбки причем она не меняла одежду у нее две-три одежды мне одна юбка была синяя темная вот она всю зиму я носила какая-то блузка и все то есть у нее были вещи но вот почему-то она носила вот именно такую простую без на да от нее я узнала что еще вещи должны быть без разных надписей вообще только рисунки те которые господь сотворил растения животные то есть такую одежду нужно носить даже в храм она мне говорит нельзя приносить там бутылки либо пакеты с вообще с надписью то что не бог не творил и я дома одевала у дедушки дома в деревне я носила платок еще почему потому что чтобы волосы не падали у меня у нас в семье отец очень не любил если где-то увидеть вообще волосы вот я сестра и мама нас 32 девочки и мама в доме чтобы волосы не были меня мама тоже носила платок тоже собирала волосы и в россии тоже чтобы волосы не были по дому потом я познакомилась тоже я у нее работала в столовой у одной православной тоже женщина и она говорит наталья говорит да она мне брала в церковь мы ездили в монастырь вместе к ней домой монахини приходили и вот тогда тоже вот я в общем уже на работу везде я носила платок потом я уже уехала по уже в европу работать уже потом сняла уже платок потом уже ну в церковь реже ходила долгое время я не могла найти куда пойти из-за незнания языка до православную церковь но носок я уже платок я уже не носила но в храм когда я шла даже вот в афина когда я нашла просто на храм когда я жила я там уже все равно то есть в церкви всегда платки а так стыдно было знаешь работе где-то вот в афинах нигде ты не увидишь чтобы какая-то женщина была в платке это только может быть либо турчанка либо из сирии то есть мусульмане хотя даже и мусульмане там уже более современные не не покрыты потом познакомиться с этими чем когда я уже проживала здесь в германии я тоже не носила платок только когда в храм носила причем у меня была одна единственная такая как бы шаль но просвечивайся то есть были видны получается как бы с ней без нее да хотя она цветастая но все равно я ее как из молдавии вот привезла так она со мной была когда заходила в храм я вот как бы говорится как бы с ней без нее заходила и сигнать этих ночь когда познакомилась когда мы начали созваниваться и он сразу говорит о платке покрытие головы и потом да он сразу мне я когда мне сказала покрытие головы что всегда должна покрыл покрываться то есть я это приняла как таки есть потому что я уже от людей это слышала я сама она носила снимала носила снимала и да когда я уверовала во христа не пришлось а в общем одежду все где-то у меня было пять пар джинс разных что но у 15 пар джинс штанов разных кофточек юбки были до колена вообще они до сих пор у меня есть я их оставляю только для заплаты если у детей там где-то что-то ворвалось это самое то я только для заплаты только куски чтобы влезать оттуда туда пришиваем дырки а не жалко было вообще как бы вот гардероб весь там наверное косметики кучи был духов всяких там это все не жалко нет почему потому что когда я уверовала во христа господь мне во мгновение ока показал мою жизнь от начала самого детства я даже испугалась я думаю то есть я даже сама не помнила моменты которые я давным давно забыла господь мне показал вот как как на фанайлу сказал я видел тебя по смоковнице когда-то молился да вот точно так и мне господь я когда читала на фанайле вот именно в тот момент господь не показал так вот как вспышка вот как я как бы была в комнате и у меня вот ну быстро прилетела вот моя жизнь я очень испугалась вот очень на мне такой страх нашел и конечно же я вообще все я вообще забыла про детей про мужа про всех я так возненавидела грех и все что связано с грехом вещи все вот я собрала я прям в тот же день вот когда уверовала во христа когда мне господь обличил да все собрала единственное что я не могла еще расстаться с тушью вот я вообще все выбросил одно тоже оставила но я не красилась потом и выбрасывала потом еще два раза ходила магазина потом один раз купила один раз тоже зашла и смотрю и все а потом уже посмотрела в зеркало думаю но это же лицемерие и мы пришли такие мысли на как он господь же видит меня он же всюду он же видит и я стою как бы в зеркале смотрю на себя и сама себя убоялась а вот на мне какой-то вот страх напал нашел что вот господь осмотрит в этот момент на меня а я тут лицемерие с этой туши и все с того дня я уже я не красилась она я окончательно выбросила в мусорку с духами вот кольца различные украшения вот я все то что было золото я зала в ломбард ну вот так вот быстро совсем распрощался платков у меня не было вообще не было игнатий техночь пишу игнатий техночь денег нету платков нету говорю помолите что мне делать он а он тогда он ведет события дня и там он читает мой мое сообщение ему с володей паченко был и он читает и так смешно и в этот момент я не знаю как мне попалось это видео я слушаю ответ на вопрос игнатий техночь говорит да много там делов я вообще не понимаю взяла оторвала кусок материи намотала на голову я так и сделаю я только искала какую же мне я думаю какой же где же оторвать эту материю-то и нету на волочку да такой как бы трикотаж знаешь желтая с бабочками такая но красиво на волочка в общем я ее разорвала на две части думаю одну постирай потом другую это по дому одевала и да так смешно было один раз мой муж звонит своему дяде и ну зовет меня чтобы поздороваться он спрашивает там муж не обижает ничего я бы да нет ничего да и он говорит дядя моему мужу говорит а что у тебя жена с наволочкой на голове но он он у него хорошее чувство юмора у моего мужа тоже и у меня это с юмором но вообще как то что так говорю слово за слово и как бы прошли дальше этот комментарий это было очень смешно это лечет меня позоришь да потом я в общем да я молилась его господь где же найти захожу в магазины немецкие там каждый платки и вот эти вот шали по 15 18 20 евро но что-то подешевле нет 5 6 евро нету если есть они все такие прозрачные либо они вот такие вот вот шаль да но она вот такая вот да и и не можешь в треугольник допустим ты и только так наденешь на себя вот как на востоке они надевают иудеи и все и я да там где мы жили в общежитии там был один из афганистана семья отец сына и он не сможем говорить пойдемте на базар я вам покажу есть базар сзади нашего общежития за парком и мы пошли туда на базар и там морозки немцы турки ну продают свои вещи поддержанные вещи и я там нашла у турчанки за 2 евро за 1 евро очень хорошие вообще вот такие платки плотные причем не прозрачные такие нежные как ткани вроде бы как шелк но как ткань нежные такие плотненькие да я у него купила 4 платка думаю ну все счастливая главное купил платки купила и счастливой домой да и мне очень понравились эти платочки на улице я везде одевала у меня вообще вот как так ну может сначала это не нравилось я говорю я говорю но у тебя же мама покрывается и твои родственники тоже покрывается бабушка все у тебя покрывается почему они покрываются он говорит моя мама говорит начала покрываться когда у нее умер муж а до этого она не покрывалась другая тетя его тоже как 10 лет покрывается то есть она тоже как бы начал углубляться в ислам читать коран и начала тоже покрываться тоже была не покрыта там многие мусульмане, они не покрываются, даже и не знают, зачем надо покрываться. То есть, либо ну, это как бы чересчур, да, вот никак вот это все одевать. Вот они так говорят. Ну, не нравилось ему, он стыдился меня. А потом где-то уже прошло года три так. Он даже смирился, и все. Были вопросы, то, что дети, почему... Ладно, говорит, ты одеваешься, да. А зачем детей учить? Я говорю, а как не учить? Я говорю, тебя мама чему-нибудь учила? Почему? Почему я не должна учить детей? Я говорю, ты... Он знает, я ему рассказываю. Я говорю, я выросла в неверующей семье. Я ничего не знала о Боге. Я росла в России, там, где был коммунизм. Ты вообще не знаешь, что вообще люди за границей, они не понимают более арабские страны, что такое вообще коммунизм. Он говорит, да, у вас уже было хорошо, бесплатная школа, работа была, все было. Я говорю, это хорошо, не знаешь, как это хорошо. Для вас это, может быть, и хорошо было. И главное, Бога нет, нигде не было. Ни креста, ничего. Я говорю, я папа, я священника, говорю, с детства ее не видела. То есть, людей хоронили, я вообще не знала ничего. Я только в телевизоре, в фильмах видела церковь и священника. Ну, я, у меня было такое представление, что священник, это как бы, ну, посланник от Бога, да, с ним говорит Бог, и он учит, то есть, он обязан научить людей, да. Вот так вот я понимала. Я не думала, что священники могут лгать, лицемерить и нарушать заповеди Божии. То есть, у меня было очень высокое мнение о них. А вообще окружающие, как вот, они не начали задавать вопросы, почему ты православный хиджаб носишь, ты там, почему хиджаб-то надел? Ты что, ислам приняла? Так как у нас больше окружения, в основном, да, сирийцы, да, сирийцы-христиане даже. Вот сирийцы-христиане, те, которые приехали лет 20 назад в Германию, когда они были беженцы, они покрываются, вот они носят платок. А дети, которые родились уже здесь, в Германии, уже выросли, их дети, они, ну, как все европейцы даже, они даже толком о вере своей не знают. Хотя их учат, говорят, ну, всё так, поверхностно. И я понимаю, им стыдно, особенно девочкам в классе быть, потому что, ну, только мусульманка может быть в классе, в платке. Да, и муж поначалу, он снимал с детей платок, он ходил с ними гулять, он снимал платок. Да, ей в один день, я ему взяла выговор, я его обличила. И после этого дня он, в общем, перестал бороться со мной, вот, с платками, с юбками тоже. И я говорю, зачем покупать, допустим, вот, я не знаю, какие-то урёдливые, прям бесы нарисованные на майках, или, хотя такие вещи не покупал даже до уверования. Но я говорю, может, зачем покупать там барби или там какие-то там носороги, которых не существует. Но лошадь, она и есть лошадь. Я говорю ему, где ты видишь у лошади рог здесь спереди? Ты видел такую лошадь? Зачем покупать? Ребёнок, он верит, что именно такая лошадь есть с единорогом. У нас, ну, когда, да, вот мы росли, у нас куча, например, я как росла, куча вот этот культ барби был. И, разумеется, какая одежда у этих барби была? Ну, не самая целомудренная. То есть, что вот Америка нам насаждала, то вот и было. Топики, короткие юбки, как вот эти вот в обедах. Потому что я вот, например, я когда уверовала, я уверовала вообще вот в начале я в православие пришла, я православную родилась в семье, облили там в детстве, вот, в 2013 году. То есть, 10 лет назад я начала просто в храм ходить, там, сповериться, причащаться, я ещё не знала, что я там некрещеная на самом деле. Вот. И, ну, платков не было вообще вот как-то вот таковых. То есть, что-то вот полупрозрачные, шифоновые какие-то платочки, шарфики, там, всё вот в таком духе. Юбки длин, юбка длинных вообще не было. То есть, у нас вот, у нас ситуация была вообще вот в России проблема целая. То есть, куча торговых центров. Ты можешь несколько торговых центров обижать, но там длинной юбки не будет. Может быть, какая длинная, шифоновая, с разрезами по бокам до бедра, либо до колена юбка офисная. У меня такие, кстати, я такие носила в основном. Мини-юбки я вообще никогда не носила. Ну, там, магазин их их куча и до сих пор. Там, шорты, там, брюки, там. Но длинные юбки нормальные не было вообще. Долгое время у меня её не было. Когда я её всё-таки нашла, это было уже спустя года четыре, там, если не больше, в магазине. Тоже шифоновая, но там она с подкладом, без разрезов. Я так радовалась. Я нашла эту юбку, она у меня летняя, ну, хоть какая-то, что у меня что-то, меня так радовало, что у меня будет. Потому что у меня вот у мамы такая же проблема была. Потому что мы ходить-то вместе начали храм. И она даже, она когда ходила в воскресную школу для взрослых, там были сёстры милосердия, она у них даже поинтересовалась, а где они берут? Она говорит, в магазине для мусульманок. Ну, так, ничего себе. А что, так можно? Потому что вроде как, а почему нельзя? То есть некоторые боятся, а на самом деле, то есть фрукты у мусульманок покупать можно, одежду, юбки до коледы у мусульман там на всяких базарах покупать можно, брюки у мусульман покупать можно, а длинные юбки, длинное платье нельзя. То есть почему-то вот так думают, если боишься, ну, святой водой крапитом. Вот. И когда вот я вот узнала вообще про платок, Сыгна Тихоновичу вообще познакомилась там, про крещение, про платок, ну, крестилась я, мы крестились в июле, да, 2019 года, вот, буквально где-то за месяц до этого. Ну, я все-таки покрылась, но опять же, ничего нету. Нету ничего. Буквально за, ну, это было летом, а зимой я, наконец, нашла один магазин там, он позиционировался себя как православный, но на самом деле есть аналог. То есть от этого магазина он для православных издает одежду и для мусульман. То есть и вашим, и нашим. Даже один раз в отзывах написали, что выставили шоппер там с полумесяцем, хотя это, то есть, в православном магазине. То есть перепутали, да, не туда выставили. Вот. Но я купила себе платье два, вот зеленое, но у меня была оливковая. Проблема была в чем? У нас многие сестры, они платье покупают, вроде бы длинное платье длинное до пола. Ну, бывает, я, кстати, купила уже, я тогда летом купила, у меня рукава три четверти. Я потом долго мучилась, ну, рукавники даже покупала, но у меня ручки худенькие, у меня эти рукавники универсальные, они там пару раз оденешь, а трикотаж он растягивается, это все у меня сползало, это я мучилась долго. И у этих платьев, почему я перестала там покупать? Потому что все платья с вырезом. То есть, вроде бы, то есть, мы когда просто вот среднестатистически православный, вот храм ходит, да, ну, не шибкое, глубокое декольте, и уже вроде как нормально. На самом деле не должно быть видно гайтанчик. То есть, вот веревочку от крестика видно не должно быть. То есть, у нас даже в прошлом году сестра одна приезжала, она говорит, ой, я долго блузку выбирала, чтобы закрыто было все, а в итоге блузка не подходит, потому что рукава три четверти. Тут вот открыто, веревка все видна, вот тут все, шея, вот тут везде все открыто, вот, а потом замечание делать, ей пришлось там где-то у кого-то там рубашку под низ, еще рубашку вот одевать. То есть, вообще вот какие вот удобные на самом деле платья, вот которые вот либо вот воротник-стойка, либо вот, допустим, бывает на пуговицах, как вот у рубашки, так вот на верхней пуговице застегивается, все закрыто. То есть, когда вот у меня тогда у оливковой платья было, оно было лодочкой. То есть, тут, чтобы где-то все закрыть, даже если вот это завяжу, тут все открыто. А у меня тогда опыта не было. Я когда поехала, потеряю, у меня там фотографии, есть синее платье, и платье там с этим, с коротким рукавом. Я даже в храме там стою, я поэтому не стою в дождевике теплом, потому что на длинные рукава, чтобы в храме ты с короткими уже не будешь с короткими рукавами. Вот. И в этом платке, то есть на минутку шерстяной платок, потому что ничего не было. Вообще ничего, тоже полупрозрачное все. А чтобы плотный платок был, ну, не просвечивающий. То есть, вот шерстяной, вот, спустя вот столько лет он у меня до сих пор. Вот. И у меня даже сестры спрашивали, тебе не жарко? А у меня не было тогда представления, что вообще о тканях. Потому что летние у меня платья были. Ну, платья летние, ну, такие до колена, там, открытые все, шифоновые, вообще, в которых неудобно. Поэтому говорят, а вам там не жарко, там, в этих, там, платьях закрытых. Все, ну, потому что надо соответствующую ткань выбирать, там, если хлопок или, там, вискоза очень дышащая, например, на лето. Вот. И потом уже как-то вот постепенно-постепенно уже начала узнавать и постепенно-постепенно. А сразу это вообще было. Вот, то есть, я говорю, в 2013 году начала ходить храм. Даже просто, я понимала, надо храм длинную юбку, нигде не было ничего. А сейчас вообще можно и в интернете, на Вайлбарис. Там, я еще заказываю ВКонтакте, группа есть, мусульманские одежды, мне по почте приходят. Это сейчас, это сколько лет прошло сейчас? Ну, уже четыре с половиной года. Ну, у меня, видишь, я уверила, в 2016 году сейчас 23 год. Вот как 4-5 лет вообще в немецких магазинах больших Хонда, вот как в Греции Хонда-центр и вот эти торговые магазины. Там тоже ничего не найдешь. Все короткое, просвечивайся. Главное, вот есть очень красивые платья даже, но они все тонкие, просвечивающие вообще. И стоит, я не знаю, 50-60 евро. Я понимаю, если бы была плотная ткань и редко ты найдешь. Вот, я не знаю, даже дорогие с маркой магазина решила пройти проверить. Там, если одно платье найду, и то оно стоит почти 100 чем-то евро. А я, смотри, я же все вещи выбросила. И юбки вот эти, она вот чуть выше колен, я их больше не одевала. Вот, ну, я понимала, что, ну, куда они. Ты нагнешься и все. И у меня была одна юбка чуть ниже колен, бежевая. Вот, и я тоже на том базаре, у турчанок именно, я нашла у них тоже две юбки. Вот, и когда я нашла эти две юбки, потом у нас начали, вот, хлынул уже в восток сюда, в Германию тоже, во всю Европу. И спустя четыре года, после моего уверования, начали строить тоже такие же торговые магазины с одеждами. Начали привозить из Палестины, из Иерусалима, из Турции. Вот, там, ну, в общем, шьют либо иудеи, либо мусульмане. Очень красивые платья, юбки, и причем фирменные красивые дорогие вещи, и они с большой скидкой. То есть это вещи в дорогих магазинах, в ихних странах, которые они уже не могут перепродать. Видимо, их скупают оттуда и привозят сюда. И нам они, чтобы их, ну, вообще не утилизовать, продают за более дешевую цену. Например, за 30 евро, 20 евро. Ты можешь купить очень хорошее, красивое платье закрытое здесь. Я, например, у меня есть три платья. Вот, они вот как бы, вот, видишь, здесь оплечь, да? Но я им покупаю вот такие вот кофточки трикотажные, вот разные. И они закрытые, видишь, у меня даже здесь шея, вот она прямая. Вот, за что они мне нравятся, что здесь вообще ничего не видно. Ты даже наклонишься, вот ничего, видишь, все закрыто. Я под любое платье их могу одеть. Они очень удобные, они не просвечивающиеся. Еще я когда уверовала, я вспомнила свекровь моя. У нее были шифоновые блузки красивые тоже, просвечивающая ткань. Но она под них одевала такую плотную трикотажную маечку. Вот как для мужчин есть под рубашек тоже вот такие маечки. Вот, и она одевала, чтобы не просвечивалось это самое, ну, нижнее белье, чтобы оно не просвечивалось. Потому что она когда видела меня, говорит, она, говорит, и ты так всегда ходишь. Она говорит, я всегда ходила, мне кажется, что я раздетая хожу. Она мне так говорит. Вот, она даже дома, когда готовила, вся в этом длинном платье домашнем, я ее ни разу не видела, чтобы она вот так вот, как мы, вот так вот закатывала. Вот. Хотя здесь опачкается вот этот вот рукава. Она нет. Она вот так вот только немножко кисти моет и все, и вот так. Я сколько раз пробовала, у меня не получается. У меня мокрые. Я детей мою там это самое. Мне, ну, приходится закатывать. И есть у меня платье, которое вот до сюда, вот. Сюда платье. А мне Елена, ну, платье, я же не буду их выбрасывать, ничего. Елена Фауэр, когда приезжала на крещение, она привезла такие на рукавчике бежевый, зеленый и черный и белый. Вот они у меня есть до сих пор. Они у меня очень хорошо лежат. Они не спадают, ничего. Я стараюсь редко стирать даже вот платки. Почему? Чтобы они сохраняли. Потому что они быстро портятся, если их часто стираешь. Вот на чистые волосы тоже, не на грязные жирные волосы носить платки. Потому что из-за этого они имеют запах и пачкаются быстро. Потом и у меня есть, я не знаю, наверное, платье 12-14, может, даже больше юбки длинные есть. И из них всех больше всего я ношу такое четыре платья. Вот больше всего нравится. Два, когда я же на велосипеде ездию, у меня вот где-то от пяток 13-14 сантиметров. То есть не совсем, потому что у меня у велосипеда не обшитое колесо. И у меня два раза я одела вообще длинное платье до пяток. Два раза застряло платье в цепи. И мне, представь себе, у нас там эта железная дорога, проезжает поезд. И я остановилась. Мне надо проехать. Всё, поезд уехал. Мне нужно проехать рельсы. И здесь как раз поворот машины едут. Я должна была остановиться, пропустить. И тут застряло моё платье. Ни вперёд, ни назад не могу. Что делать? Ну, пришлось немножко оторвать. Потом пошить там на 5 сантиметров. Пришлось это обрезать и подшивать. И так два раза. У моей дочки тоже так случилось. Я ей говорю. Она поехала в школу. Дети у меня тоже вот одеваются. В платьях ниже колен, может быть, от пяток сантиметров 10. И в платках. Тоже так. Они тоже ездят на велосипеде, когда тёплое время, когда не холодно. Сейчас они ездят на автобусе. И тоже так. Она ехала. И у неё сильно застряла юбка. У неё так сильно застряла. Муж поехал забирать. И пришлось ему отрезать. Вот как есть такие же платья. Сзади всё покрыто, а спереди вот так вот вырез. Вот так вот я обрезала целый кусок ткани. Я говорю, Александр, ты что, не могла никак? Я когда уже застряла один раз в платье, я уже поняла, как немножко раскрутить. Нужно подкрутить колесо, чтобы цепи освободить. Никак вообще. Ножницами раз я обрезала. И пришла вот эта юбка. До сих пор она есть. Мне надо её только, это самое, придётся укоротить, ушить. Либо там какой-то кусок ткани пришить. Жалко. Эту юбку тоже купила на распродаже. Вообще за 5 евро. Она длинная до пяток. И она Александру очень нравится. Она говорит, мама, говорит, эти юбки, платья до низу вообще, они такие пышные, свободные. Я когда хожу, я как будто летаю. Мне так нравится. Мне тоже такое. Я покупаю платье на один, даже два размера больше. Вот. Пошире. Я уже думаю, если буду беременна, чтобы на животах хватало тканей. Ты как будто летаешь в этих платьях. А вообще за мусульманку принимали часто? Да, часто. Они называли меня это самое, сестра-сестра. Ну, кто по-немецки, кто по-турецки, те, которые все знакомы. Можи или на работе у него все. Ну, те, которые мы близко, уже знаем, я говорю, я не мусульманка, я христианка. А зачем хиджаб одел тогда, не спрашивай бы это. Так это не хиджаб? Ну, потому что это хиджаб. Это еще не хиджаб. Нет. У них немножко по-другому. Вот даже вот так вот, если повязать, да, они тебя могут принимать за свое, но нет. У них немножко это самое, вот, под низ этой шали. У них эти, как мусульманские такие, с кругами шьются. Вот эти шапочки. Либо они, если есть горловины, вот так, я тебе сейчас покажу, вот. Чтобы здесь была закрыта грудь, в основном это так носят турчанки. У арабов немножко другая. Вот она, видишь, вот так. Здесь она голову одевает, вот так. А это все остается на шее. То есть грудь вот здесь все закрыто. Если даже шифон прозрачная, какая-то шаль сверху, то есть она не просвечивается, ничего. Да, я говорила, они говорят, что муж тебя такие сочувствуют. Да, это говорит, они помнят меня, какая ягодь. Что муж тебя заставляет одевать платок, да? Я говорю, да нет. Вот так вот. И главное, многие, я говорю, что я не мусульманка, я православная. Они даже не понимают. Все равно, все равно это, они считают меня как будто за мусульманку. Хотя, мол, это я, это так, этот, я с мужем выхожу из магазина. А это был день Курбан-Байрама татар. Мусульманский, когда баранов там они режут. Вот. И была тоже семейная пара, тоже. То есть мусульмане с бородой и женщина с ним в платке. Ну, они, разумеется, свое мусульманское приветствие, на что у меня муж тоже среагировал. Слава Иисусу Христу, Господу Богу нашему. Они так, серьезно? Даже врядов других не было, что могут быть христиане, которые покрыты. Даже вот я помню, у нас сестра одна рассказывала, она где-то в магазине тоже, вот в общем ей. Мусульманка встретилась, опять свое приветствие, это слава Иисусу Христу, что тут такое сказала, на что так удивилась. Я говорю, а что удивительно, а что удивительного, что я не раздетая. То есть как-то вот даже вот иногда не совсем положительное такое вот отношение, как будто так вот удивлению, что такое вот, что христианки тоже покрыты бывают. Вот. Ну а так у меня тоже в поликлинике один раз так это, то есть периодически принимают за мусульманку, но я-то когда говорю христианка, так, ну, удивление такое, ну что удивительно, посмотрите на иконы, да, вот. Даже фотографии, да, дореволюционные там, картины дореволюционные, то есть там вполне наше насилие, то есть, допустим, поводник, исконно русский головной убор. Я, кстати, когда начала покрываться, я купила шапочки Бонни в мусульманском магазине, но я купила без завязок. Это у меня уже потом, это уже опыт, когда у меня появился. Вот. Это труба, наверное, да? Да, это труба, но ты можешь сама здесь резинку просунуть, тебя будет здесь как резинка, и здесь, то есть, волосы могут выходить, если, допустим, тяжелые волосы. Да, это если большой объем. А вот сейчас у меня под низ платка, у меня вот такая вот, видишь, это шапочка Бонни, вот. Из тех, вот, которые у меня есть, у меня есть, ну, есть у меня достаточно, из всех них я только ношу вот эти вот, под кремовые, вот, вот эту, либо вот эту, под низ. Да, еще у меня такая же черная есть, так, где она черная была? Да. У меня вот, если посмотреть. Синяя. Темно-синяя, да. Вот, закрытая. Ну, я сначала брала, вот, первые, у меня шапки были без завязок, просто вот они вот так вот на резинке, но без завязок, почему я лично не люблю, мне удобно, как бы, затянуть. Вот, когда, особенно, вот, то есть, не надо бояться, что они там малы будут, этот кантри, катаж, да, вообще там они растягиваются очень хорошо. Кстати, они бывают разных призывать, кто не знает вообще, вот, в России где купить, помимо того, что, если, может, мусульманский магазин прийти будет, на Вайлберрис. Вайлберрис у нас есть такая сеть, да, то есть, маркерплейс, который там, пункты выдачи в разных районах города. Вот, вообще, есть разные производители, это просто так, такая трикотажная, самая моя любимая, кстати, фета, это турецкое производство. Другой фирмы, вот, ткань Калифорния, если я не ошибаюсь, больше синтетика. Они разных, вообще, да, фасонов, и есть, вот, не тянущаяся совершенно, она большая очень, потому что хлопок, то есть, оно не тянется, это хлопок, но оно, то есть, удобно, если на зиму кто-то, вот оно теплое, но на лето уже как-то, вот, если тонкий платок, то будет, вот, весь рельеф виден. Ну, это у кого нету таких волос, вот таких вот. Я вот эти все покупала в арабских магазинчиках, у них там привозят, кстати, сейчас, вообще, сейчас даже, вот, друзья мужа, тоже имеют два магазина, привозят из Ливана и Сирии. Они даже привозят длинные платья, вот такие для молитвы, очень хорошие, удобные. Муж мне говорит, хочешь, купи себе, но я не брала. У них есть вот различные такие вот тоже шапочки, вот эти вот, даже платки, шали привезли, такие закрытые тоже сейчас, очень много. Причем они стоят 2-3 евро, вообще копейки. Хотя можно такие заказать, ну, разные, как у тебя в интернете, или, ну, либо купить ткань, и вот, или сходить зашить, либо самой зашить. Но мне вот, у меня есть вот такая вещь, она как бы под цвет кожи блестящая, она растягивающая, она мне не нравится, почему? Она красивая, блестящая, под золото, вот, тоже этот цвет жемчуга тоже, видишь? Но она, у меня тяжелые волосы, она спадает постоянно, это очень неудобно. Вот стоит, да, и она постоянно спадает назад, волосы тянут, и она тянется назад. И, ну, они у меня стоят, у меня только дети их берут, вот. А я их уже больше не одеваю, тоже. Да, и тоже есть такие у меня шали, которые тоже я купила, вот, и они стоят в шкафу, тоже по 10 евро эти шали, но почему-то не совсем они мне подходят, они такие, как бы, с волнами. У меня даже есть где-то там свидетельство Николая, вот такая сиреневая. Вот, она мне не нравится, почему? Потому что она, вообще мне нравятся вот такие вот тоненькие, она толстая, плотная, из-за этого меняется форма лица вообще. В зависимости от шали, как ты подкрываешь, у тебя меняется форма лица. Круглая, нормальная, либо если у кого полные щеки, то есть можно сделать вот так вот. Либо смотри, есть сестры, которые у нас одевают, я, видишь, я не одеваю, вот, вот до сюда, вот, до бровей. Ну да, неудобно очень. Это неудобно, не совсем даже и красиво, и лицо вообще, вот, меняется форма лица. И кто тебя увидит, вы не знаете, я, кстати, это, я в своё время... ...бы такой, как ты. Вот я же, я вот, когда, я вот сразу изначально начала с таких вот шапочек. То есть, завязала, всё хорошо держится. Потом я купила себе погойники. Вот погойники, сначала этот, потом такой ещё голубой у меня есть. Ну, минусы, конечно, то, что ткань, то есть ткань, это шифон. Ткань шифон, а кружево, кружево капроновое, оно совершенно не тянется. Это очелье, вот это очелье. Кстати, ну, разных, это я у Елены Суворова там брала, у неё бренд. Кстати, вот, познакомьтесь с котиком, любопытный кот. Вот, вот, самый любопытный. Вот. Но, то есть, вот, да, когда надеваешь, вот тут всё вот это проступает швы. И на лбу вот это всё не тянется совершенно, вообще неудобно, на самом деле. Вот, это уже у меня затаскано, уже год 4. Вот. А потом уже я, так, у сестёр взяла, этот, косынки. То есть, такие вот косыночки небольшие, тут по лбу кружево, пришитая, хлопковая. Они, конечно, красивые, но я попробовала, я в них не смогла, честно говоря. Вот. Потому что, вот, опять же, за счёт того, что кружево не эластичное, оно вот на лбу было, как будто вот я верёвку на лбу привязала, вот так вот. И ни туда, ни сюда. И ткань, там, получалось, что шуршит, неудобно вообще, вот, не знаю, мне очень неудобно было. Я поэтому так и вернулась, вот, к этим вот Бонни, вот эти шапки. Они Бонни называются. Ну, цена, вот, допустим, вот это я беру, где в магазине. Я приезжаю, там, 4 покупаешь, 5 подарок, чистенькая акция, и в итоге там чуть ли не 200 рублей. То есть, если труба, бывает, 150 рублей можно даже купить где-то. А так, если на Вайберис кто-то будет брать, 250-350 рублей средняя цена. То есть, а вот эти вот сейчас, я покупала 800 рублей, было тогда, 4 года назад. А сейчас 1600, цена в два раза увеличилась. То есть, кто захочет брать, просто имейте в виду, ещё и цена увеличилась. И цена такая, что прям... Я когда ВКонтакте посмотрела, там старообрядцы, вот, продают эти поводники, я увидела ткань. Я сначала хотела, а потом посмотрела. Они дорогие. Ткань вообще не тянущая, неудобная. И представь себе, они, причём долгие годы вот такие поводники шьют и носят. Я даже, которые я видела, потеряю их, и вот они одевают, да, и сверху ещё один платок. И волосы всё равно здесь выглядывают, либо он маленький. У мусульман, вот, они даже если шьют шапочка, они растянутые. И сзади ещё есть немного ткани для объёма. Вот. Да, да. А вот эти вот, это бонни, ещё раз, кто не знает просто. Буду спрашивать. Бонни под платок. Вот это есть прямая. Вообще, мусульман есть ещё там с уголком. Ну, если уголком не беру, я, ну, по типу челмы, не знаю, я как-то прямые только беру. Вот. Но вот те, кто носит поводники, редко кто постоянно покрывается. То есть они, как правило, либо они покрываются, когда они вот полностью, вот в храм они по форме приходят, а вне храма, либо какая-то косынка, то это тут все волосы видны, либо вообще без платка. Я вот с одной беседовала. Она говорит, ну, ты в Татарстане живёшь, тебе легче, как бы, я на работе. Я говорю, я тоже работала. Когда я же покрылась, я работала, и у меня никаких проблем не возникло, но никого мусульман покрытых у нас не было. Я вообще встречала близко. То есть где-то там, то есть, ну, не надо путать Татарстан и Чечню. Думают, что у нас как в Чечне, там кругом все в платках. Вообще ничего подобного. Как в Москве больше, чем как в Чечне. Вот, потому что у нас, во-первых, 50 на 50 русские татары, а среди татар есть такое вот советских времён, вот у них осталось особо старшее поколение, что татары хиджаб не носили, и вообще, то есть, что можно вообще платок не носить. Чечейки носят, шапочки. Ну, они это не носили, то есть, они это подразумевают, что так, я вообще ничего покрываться не буду, как бы, не так, не сяк. Вот. И поэтому у нас только последние вот года у нас там мусульманки, татарки начали вот покрываться, да, а до этого вообще, то есть, как бы, вот, может, процентов, ну, может, процентов 10 их вот. То есть, тоже вот ты вот по улице можешь идти, 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 там, неделю ходить там, и тебе встретятся буквально там пару штук там, парчат мусульман, всё. То есть, не надо выговорить, что я там, тебе легче было, ты там в Татарстане, тебе это, поэтому легко покрыться было, ничего подобного. Ну, вот. Ну, ты под роликом потом оставишь ссылки, где вообще можно заказать будет вот это вот всё, кто хочет в интернете заказать. Да, и очень важно, смотри, вот я эти шапочки Бонни покупала, вот такая у меня одна кремовая. Сейчас вот это, она у меня побольше, размер сзади именно. А вот это тоже. А была другая, она немножко поменьше. То есть, я сразу там в магазине сейчас мерю, потому что, если не мерить, получается маленькая, потом поднимается на уши, поднимается, поднимается, и каждый раз надо его так натягивать и дёривать. Ну, это надо, да, это надо, во-первых, разный пробовать, потому что всё равно, то есть, как бы, что-то лучше, может, подойдёт что-то хуже. Смотри, ты говоришь, гипер не растягивается. Вот я нашла у нас в центре города, вот, как говорится, случайностей у верующих, случайностей нету. Причём там продавщица была русскоязычная. Я ей подарила Евангелие, рассказала о себе. Вот, ну, она сказала, что мне я не верующая, но у меня дочка вот ходит в церковь, она молится, читает. Я говорю, ну, возьмите Евангелие для неё в подарок, Новый Завет вот эти вот красные. Вот, и там у неё магазин тканей. Я её спросила по поводу вот шапочки Бонни, если купить трикотажный самой шеи дома. То есть, я купила там один лоскут. Она говорит, вот из этой ткани трикотажный, она не показала, мусульмане приходят и отрезают. Причём они её не зашивают, ничего. Она не распаривается вообще. Это ткань, есть такая ткань. Её не нужно на машинке обрабатывать вот эти вот углы. И там я у неё увидела в ассортименте вот такой вот гипер. Смотри, причём разные красивые цвета. У меня мои дети очень любят. Причём можно даже сшить вот здесь вот кусочек под низ платья любое. Да, вот я тебе говорила. Вот сейчас ты расскажешь, как тебе нравится, как вообще. Причём они очень дешёвые, есть разного цвета. Синие, разные вообще. Какие хочешь, да? Вот это, которое на мне, это Елена Фауру привозила из Ливана. Такие две. Вот одна кремовая, другая белая. Они мне очень нравятся. И вот я, вот когда она мне привезла, я старалась где-то найти магазин, чтобы найти вот именно, где продают ткани, вот такой вот именно эластичный гипер. Я беру вот этот вот. Это я брала уже для детей. Дети. Вообще, как у меня начали дети покрываться? Сначала они носили косынки, да, вот как летом, жара, да. А потом в школу. То есть Александра пошла в школу. И как? Они просто увидели, что я ношу, и им нравилось очень красиво. Они сами даже без меня брали все мои шали. Мерили. Какая, какая. И эта красивая, и эта красивая, и вся красивая. И они сами. Говорит, мама, я решила, я тоже в школу пойду платки. Все, я буду носить платок в школе. То есть в первом, втором, третьем классе она не носила. Я ее не заставляла ничего. И тогда еще муж противился. А потом она уже сама решила. Я говорю, Александра, если ты сама решила, смотри, я тебя не заставляю. Но ты, если решила, и если в школе возникнет у тебя вопрос, буду тебе учителя присылать, ты должна, здесь и есть закон, то есть твое личное мнение, ты сама должна сказать и отстоять. Чтобы тебе не было стыдно, что ты носишь платок. И она одна единственная в классе была в платке. Хотя там были девочки-мусульманки, даже христианки из Сирии, но они все без платку, причем в штанах. И Александра, да, она мне до третьего класса не одевала платок в школу, но платье всегда в юбках ходила. Вот вообще без штанов. Она даже на спорт, ритузы, такие как леггинсы, и сверху платье. Причем, так получилось, что вот что к Анне, что к Александру, очень расположены учителя. И попадается хоть одна, но русскоязычная. И постоянно она хочет с ними поговорить там о вере, о платке. И ей так нравится, она приходит и говорит, мама, я сегодня говорила, благовествовала девочке о Христе. Я даже ей заученный стих Писания сказала, вот она тоже русскоязычная. И так тоже. Сейчас вот Александра, она в шестом классе, и у нее полкласса русскоязычных детей, девочки. Она пришла в этот класс, есть которая со школы, есть которая с садика, дети, с которой она с ними знакома, и другие половина класса вообще не знакомы, они девочки. И они начали сами к ней подходить, знакомиться. Вот, и так они подружились. Вот я говорю, Александра, ты всегда помнишь, что ты христианка, и твоя цель рассказать другим детям в школе, в классе, одноклассницам о Христе. То есть потихоньку, вот они тебя расспрашивают, там что-то говорят. Ты всегда давай понять, вот там или день рождения, или какие-то праздники, там или что-то. Слава Богу, что в Германии нет такого. Допустим, многих праздников, там 8 марта, 23 февраля, даже вот Новый год, если я не разговариваю в Германии с русскоязычными, я даже забываю, что вообще есть Новый год. То есть 25-е Рождество, и все, как говорится, и он наше седьмое. Или даже у нас в скайпе в группе захожу, только я оттуда узнаю, что сегодня 23 февраля, я даже и забыла давным-давно, или там 8 марта. Ну, вот так вот. Дети сами начали ходить. Сейчас даже мужу очень нравится. И он, он наоборот, хвалит своих детей, он приводит их пример своим сестрам, говорит, смотри, вот Анна Александровна говорит, кстати, у моих детей не проколоты уши. Сейчас все поголодные, у всех детей проколоты уши. Вот они рождаются, даже немецкие дети, все дети в классе, вот смотрят, с первого класса уже это дырки в ушах. И в один день муж взял детей в зоопарк тоже с его другом детей. Поехали они все в зоопарк. И они сидели там с детьми, кушали мороженое, и они как-то заговорили, и муж мне рассказывает, говорит, говорит, у твоих детей нет дырок в уши. Говорит, у всех дети с дырявыми ушами. Он говорит, ну да, конечно. То есть, ну он говорит по-арабски, говорит, ты что думаешь, а зачем? То есть, я ему объяснила, почему вообще, причем я это высмеиваю, вот как пророк Илья смеялся над жрецами в Аллахаме, вот так точно я высмеиваю, те, которые не носят платок с дырявыми ушами, причем еще защищают этот грех. И когда их вот так устыжаешь, высмеиваешь, им становится стыдно. Все, эти люди. Они вот, я сейчас вот добавлю, у нас кто спрашивает, вообще я когда, я сначала купила на пробу, отрез, отрез я купила на озоне. Почему на озоне? Потому что выбора больше, именно эластичное, то есть оно так и называется, кружево эластичное, то есть оно тянется, оно мягкое, удобное, не то, что вот тут капроновые такие вот, которые вообще там это... А как ты догадалась, что это кружево растянутая? Вот. Я ходила по магазинам тканей, у нас в Казани есть крупные магазины, но тканей много, а кружева раз-два и обчелся, причем хлопковые, да, хлопковые или капроновые, но не тянущиеся совершенно, то есть это даже специализированные магазины специально, то есть они, кстати, такие кружево, они там шви, там для нижнего белья берут, там можно его вот сейчас для нижней юбки, кстати, вот очень хорошо вот, а отрез, ну, там на озоне два с половиной, три метра, а по цене почти столько же, сколько там за один метр в этих вот магазинах тканей, вот которые вот в городе, то есть вот такое, кстати, вот есть. Я просто сзади завязываю, там и все. То есть надо сначала отмерить размер головы. Сначала, да, померить, сколько вообще тебе надо, то есть можно с кем-то скооперироваться, купить вот и поделить, то есть и так можно. Вот, можно себе купить там тоже куда-то, вот на подол, там еще куда-нибудь, да, то есть приспособить, то можно всяко, то есть просто по цене будет лучше, чем вот в магазине тканей. А вот, оплатки, то есть иногда вот просто спрашивают, то что, а какие платки, я вообще на зиму. Павлова-Пасадская беру, причем именно 100% 6 у Павлова-Пасадская всегда 100%. То есть бывают подделки китайские, там пишут 80% шерсть, на самом деле 100% акрил. То есть они нагло врут, то есть вообще-то может быть шерсти вообще не быть. Вот. Ну, у меня размеры разные, вот от 89 на 89, они вот такие вот у меня. Вот. Есть 125 на 125, то, что я время купила, когда они еще подешевле были, сейчас подороже. А на лето уже, то есть на более теплую погоду, вот если лето, кстати, я тоже думала, где купить, где купить, а потому что я же говорю, я когда приехала, потеряю вку, шерстяной вот такой платок, не знаю, где купить. Просто тонкий платок, который был и не просвечивающий, и чтобы не жарко было. я вот сейчас покупаю на озоне. Называется платок однотонный, вот, и куча там этого выбора, примерно размер метр на метр, 96 на 96, вот такие вот они вот. Вот, под низ бонни, и все нормально. Так, или вот, кстати, я не только платки ношу, я палантины ношу. Особенно, когда осень-весна, когда холодная погода, вот тут уж, чтобы все закрыто было, не дуло нигде. Вот, кстати, очень удобно, кто не знает, трикотаж. Трикотажные палантины, вот они вот такие, вот, тут, с подгибом, вот, то есть они вот так вот надеваешь, да, надеваешь, и завязываешь. Вот, потому что даже слово палантин не знает, что это такое, это как шарф. То есть кто не знает, что такое палантин, вот это вот. Ну, такие продаются, вот это бренд Сабар, английскими буквами. У нас магазин есть, в Казани, а есть на Валберис, там продаются, и такие палантины тоже, там на Валберис есть, разных цветов, только надо иметь в виду, что в интернете не всегда цветопередача может быть точной, то есть, такой нюанс только, вот если вот, вот, а так трикотаж, кстати, удобный, мягкий, и все, вот, не знаю, то есть. У нас на интернет-страницах есть приложение видео, и там, допустим, девушка показывает, ну, завязывает и показывает, ты там можешь в видео именно увидеть ткань, просто так на картинке, именно там, вот, как она лежит, да, очень важно еще, как лежит платок. Я вот, например, на улицу я так одеваю, вот, еще, а потом я вот так одеваю, сейчас я покажу, вот, я, я пользуюсь булавочкой, тонкой булавочкой, и как догадаться, о булавках вообще, у меня у свекрови, когда она у меня была, вот такие вот маленькие, очень хорошие, сильные булавочки, она завяжет ее все, как хочет, так и замотает. Вот смотри, у меня тоже вот этот вот шаль, кстати, это вообще самая моя любимая, вот она шапочка Бонни, и сверху я одеваю вот эту вот гиперрезинку, да, вот она, видишь, здесь у меня еще место есть для волос, и вот почему мне нравится шаль, вообще, вот даже не сильно толстый, видишь, он, он большой, я его сейчас сделаю напополам, вот так вот, то есть напополам, и сейчас его сделаю в треугольник, вот что мне нравится, его можно сделать и треугольник, и так, и по-разному, сейчас, и я так дома ношу, и летом тоже, когда вот сильно вообще 35, если я еду на велосипеде, я же то еще, потому что кручу педали, нагреваемся, и тоже вот под низ шапочка Бонни, вот этот вот гипер, и когда вот так вот надеваешь, тоже очень красиво, можно один раз завязать, если у тебя внизу шапочка Бонни и гипер, она держится, то есть дважды не надо завязывать, вот, и вот это оставлять вот так вот впереди, не завязывать ни бантик, не вот этот турецкий, афганский, вот эти вот тюрбаны, вот эти вот разные ракушки вообще, то есть это, ну это, да, это на Востоке так носили, кстати, вот и Фекла Первомучинца, если посмотреть икону, вот как вообще христиане, антиохийской церкви, на иконах именно христианки, как они носят, именно вот тогда в Сирии, они все вот, допустим, вот как шапочка Бонни у них есть, да, и сверху у них есть ткань, вот, и они тоже, вот у них есть, у них вот так вот здесь опокрыто, да, для чего, чтобы тщательно покрывалось, но еще у них есть сверху, вот, к примеру, допустим, я сейчас садила, вот этот вот, вот они еще вот так вот носят, то есть, если даже у меня есть косынка, я, я еще, вот, когда холодно, да, допустим, у меня платок, я его делаю, как, как шар, вот, тоже, то, его можно здесь сделать, шеи закрытые, то есть, у тебя тоже есть платок, может, там, сзади сделать его по-разному, да, а вот христиане именно Антиохии, в Антиохийской церкви, если посмотреть иконы, вот так как у меня есть, да, но они вот так вот носят, вот, и вот мне, почему нравится вот эта вот шаль труба, потому что ее можно сделать так, причем на востоке, вот ливанки тоже они так носят, вот, и еще один раз, вот, надеваешь его, и если этот трикотаж, он очень удобный, легкий, в нем не жарко вообще, тебе только кажется жарко, но это еще надо привыкнуть, чтобы вот это носить, то есть, если у вас закрутить, здесь можно здесь сделать булавочку, вот, здесь сделать булавочку, да, я люблю, чтобы вот так вот в обтяжку было, и вот они все так носят, вот, либо вот так вот, просто, вот, видишь, но все, факт, что все закрыто, и волосы тщательно вот собраны, для чего предназначены вообще эти, вот, как бы шапочки Бонни, чтобы собрать все волосы, чтобы они не были видны, они не торчали нигде, вот для чего они нужны, и все, и причем они помогают, допустим, полиэстер, или там шифон, он же слетает, да, он падает, как бы ты его не, не прикрепляла, а если у тебя есть вот такая вот шапочка трикотажная, то за счет нее ткань как бы прилепляется, и она держится, вот, летом очень хорошо, если сильная жара 35, вот шифон носить, вот эти вот шали, они очень удобные, очень хорошие, и смотри, от того, что у меня всегда вот такие кофточки здесь, где шея закрытые, то есть я свободно могу найти, вот, к врачу, я когда хожу в школу, к врачу, ко мне относятся вообще с уважением, никогда с каким-то небрежением, и наоборот, мне почему-то попадается русскоязычное, либо если это сирийцы, один раз я пошла за хорем, у него уши болели, врач из Дамаска, я не знала, то есть он там новый был, до этого был немец, и одна из Казахстана, женщина, и он говорит, здравствуйте, сестра, говорит, что у вас болит, я начала по-немецки говорить, я не стала, я не продолжила говорить по-арабски, тем самым я показала ему, что я не мусульманка, да, я с Захарем говорила по-русски, с ним я говорила по-немецки, он уже отвечал по-немецки, то есть он понял, но я ему не сказала, не было времени, то есть он ухо проверил, почистил, и, да, часто вот так вот принимает за мусульманку, а бывает, что так вот, допустим, тоже с детьми ходила к врачу, с Александрой, тоже врач из Дамаска, сирийц, очень хорошие врачи, между прочим, и искривление стопы на видео у Александры, и ассистентки, там у нее практикуются русскоговорящие девочки, и вот с ними, да, я разговариваю, там о вере, о Христе, очень удобно, кстати, засвидетельствовать, дать визитку Евангелия, но здесь в основном у всех есть Новый Завет и Евангелие, здесь в школе везде вот раздают, здесь, как говорится, это недостаток, и даже это большой плюс на немецком языке, потому что они учатся в школе, им ближе для понимания немецкий язык, поэтому у меня есть Новый Завет, и вот я брала от 50-ников баптистов, просто я спрашивала у них, если есть у вас для раздачи, для благовестия, Новый Завет и Евангелие, вот, и они мне дали, вот такие вот, маленькие, сейчас я не знаю, сейчас покажу, если есть у меня здесь, очень удобный, хороший, а, они там, ладно, они в другой комнате, там сейчас Дево Распет, я сейчас не могу туда пойти, но очень хороший, они мне нравятся, вот так, кстати, кто не знает, заколочки, это на Алиэкспрессе, я купил, я почему-то потерявку приехала, я раздала, потому что там никто не знает, все вот этим булавками пользуются, а тут все, расправила и все, кстати, очень многие там почему-то, Илья Тихович везде говорит, каждое видео, а пропускают мимо ушей, меня даже потом, почему вот все время закрыто, укутано, там, не знамо как, даже летом, ну, летом, ну, нормальный, там, не жаркий платок, там все, просто опять же, я там завязываю вот так вот, то есть, я редко вот так вот назад завязываю, кстати, я дома так хожу, в этих, в клопковых платках, и на мазнике, то есть, у меня та одежда, у меня там уже, там, за 4 года она там, потому что я и в огород, и дома везде, вот, я купила, они дешевые на мазнике, там, только платок там надел, вот этот, а тут у них все так закрыто, вот, а вот это вот, вот это, это на Алиэкспресс, кто не знает, можно, конечно, на Зоне, на Валберис, но там цена за 2 штуки, как тут за 12 штук, то есть, это зажимы для платка, то есть, они бывают там с кругляшком, бывают вот такие продолговатые, ну, в общем, кто не знает, вот там вот, они хорошо крепят, не плотно держат ткань, да? Да. Ну, я вот так еще тут, вот так закладываю просто, вот, вот так, чтобы прям совсем не, не скользить, у некоторых тканей еще такая скользучая, там, надо поплотнее, ну, в общем, вот так вот, то есть, это что вот хотела я вообще обсудить? Да, я тебя еще хотела спросить, а как ты догадалась, вот, заказать и найти вообще такой трикотажный гипюр, вот, ты нашла в интернете, даже у вас в России есть не то, что в Германии? Ты у себя спроси. А я все время думала, я все время не могу, как-то вот, потому что я вот в этих повойниках мучилась, как бы, ну, неудобно, то есть, если даже хлопковый, да, вот это вот, шифон или креп шифон, я уже не помню, вот, такое кружево я просто не советую, оно очень красивое, то есть, если кому-то удобно, пожалуйста, ну, цена, 1600, кстати, там другая есть тоже, это у старобряцев, а у другой, ну, там тоже цена, там сорокево, кстати, сорокево, тут еще хвостик такой, вот, ну, тоже 1600, тоже вот, я думаю, что за цена такая, думаю, это, таких там, накупишь, накупишь за такую цену, вот, так что вот так вот, ну, это очень удобно, поэтому советую, кажется, было бы желание, можно найти, можно мерить по-разному, да, и вот я, что я остановилась, я поняла, допустим, что мне нужно, какие шали, какие платки, есть, которые уже потратила деньги, да, не нужно, не ношу, либо кому-то подарить, либо из мусульмана, я не знаю, что еще хочу сказать, вот, не надо покупать очень много платьев, да, потому что они у тебя все равно будут стоять в шкафу, и больше всего ты будешь носить один-два, вот у меня муж очень практичный, вот, когда я его знаю, он покупает, допустим, три рубашки, два свитера, две пижамы, там, пару носков, нижнее белье сменить, и все, то есть у него гардероб такой практичный, он говорит, мне нравится, потому что он постоянно уезжает, и раньше он уезжал, то с одной стороны, то в другую страну, постоянно, у него маленький чемоданчик, он там поставил все, что надо, и все, и с другой стороны, много стирать не надо, да, и деньги не тратить не надо, и это вещи, которые ему нравятся, он их купил, они у него не стоят, не палятся, не дымятся, и он их носит, все, а у нас как, вот даже у меня есть, ну, целый гардероб, я почти, что там много чего не одеваю, я купила, потратила деньги, оно висит, да, ношу два-три платья, да, и по дому тоже, а теперь я сейчас жалею, думаю, зачем, зачем я это все купила? Ну, это первое время, ну, вообще, они, я даже, я тебе рассказывал там, себе оправдание находят, не покрываться, что за раз много денег надо, ну, уж не так и много там денег, это надо, тем более, тебе же сразу не покупаешь и на зиму, и на лето, и на весну, там все, тебе всего-то ничего, тем более, если там свитера, есть закрытые рубашки, там тоже есть какие-то офисные, да, ты юбку купила, одну-две там, лотки там, это все не так дорого. Вообще, если купить, допустим, две блузки, либо две юбки, и пару вот таких вот кофточек, там, белая, черная, там, кремовая, я не знаю, и вот, меняя их, да, тебе хватает, все, очень надо. И потихоньку, да, я как покупала, как у меня стало столько вещей, это не раз, это в течение года, допустим, в каждый месяц, я только одну вещь покупала, одну либо две, когда я видела и тост распродажей где-то, а так я не покупала, я вот посмотрю, чтобы ткань еще была хорошая, то есть, чтобы когда постирать не портилось, вот очень, трикотаж вот с катоном, либо с, там, баумволь, если он смешан, очень хороший, он, то он, я детям такие же покупаю. У меня сейчас дети подросли, очень хорошо, раньше вообще было сложно для них найти, вот платье очень сложно было, мне надо было обходить весь центр, чтобы купить. А сейчас они подросли, я уже смол им покупаю, девочкам, а себе уже побольше моего размера, то есть, я покупаю им покупать. Вот так вот, сестра. Так, мы уже тут почти там час двадцать, да, беседу уже, думаю, так, пока. У меня решенных вопросов, так, с покрытием в основном не было, я их с помощью Божьей преодолела, благодаря тому, что, как окружение мусульманское, да, и все-таки здесь, в Европе, куда не пойдешь, везде, и в школах, и везде, в платках, вот, даже преподавательница по курсам немецкого языка, другая была, турчанка, то есть, она была в платке, а все русские ходили, вот такие вот, короткие платьюшки, даже выше колена, учительницы, без платка, вообще, такое декольте, мне даже было стыдно, когда сидела в классе, вот, как говорится, очень стыдно, очень стыдно, люди с востока приезжают, там, афганцы, арабы, и вот, она приходит, вот такая вот, полураздетая, веселая, радуется, и они смотрят на нее, а женщина, вот, со седом сидят, и смотрят, и слушают ее, полураздетая она, а летом? это вроде, вот как, вот иногда кажется, что вот люди, может, не знают, потому что, да, вот никто не сказал, но я знаю, то есть, у нас, которые даже в нашей группе, да, которые, вот, они крестились, то есть, они уже не один год, то есть, не более там один, там один месяц у нас находится, и не знают, они все прекрасно знают, то есть, они в храм даже по форме ходят, из храма выходят, все, сняли, а на работу, а на работе без платка, а там у меня форма, а мне там, а как я без этого, с платком, мне в платке нельзя на работу, ну, а зачем ты тогда крестилась, или, а зачем вообще такая работа нужна? То есть, если там тебе на работе запрещено вообще платок, и запрещено там длинную юбку, а тебе надо только там определенная там форма, например, зачем тебе такая работа нужна? Господь не имеет нужды, мы же грешим, как бы, да, вот, то есть, да, зачем? То есть, это значит, нету решимости какой-то вот такой вот, я потому что, когда мне перейдет за моим челокрещением, я уже встал, уже как я, то есть, если я крещусь, а дальше так и буду, вымытая свинья идет валяться в грязи, то есть, хотя у меня было такое, что я, ну, вроде я же еще какая-то не старая, я молодая еще там, когда на пенсии там буду, там еще там что-то такое, но потом думаю, а как это, то есть, это лицемерие, то есть, храм пошла, одела, все там в храме, я все, я по форме, из храма вышла, все сняла, там все там, или вообще косыночка такая, тут волосы видно, или бывает иногда даже, вроде одевают, пытаются шапочку какую-то надеть, там что-то, какую-то косыночку, сверху платочек тоже тонкий, а платочек, и тут все видно, то есть, вот тут вот все, вот это все вот открыто, тоже это как-то, да, вот так и одевают, вот это все закрыто, а тут вот так вот, замотано очень сильно, вообще прям дышит, это вот так неудобно, а мне еще, знаешь что, сколько, наверное, года, три уже назад, мне надо было менять заграмм паспорт молдавский, у меня там фотография с макияжем таким, еще до уверования, волосы такие, и я еду туда в посольство с мужем в Берлин, чтобы поменять паспорт, а я уже в платке, я уже уверовала, вот так вот, как сейчас, вот так вот, то есть, на мне был платок, и там тоже пришли женщины, тоже получают паспорт, это были цыгане, цыгане, конечно, в длинной юбке, в платке они, фотографируются тоже платки, и я когда пришла, там этот консул, говорит, говорит, ну давайте, говорит, раздевать, садитесь фотографироваться, говорит, что так, в платке, что ли? Я говорю, так я православная, да, в платке, а он, то есть, дал мне понять, что нельзя платки, я говорю, а что, есть вопросы, что ли? Я говорю, у меня бабушка в Молдавии, а нет, в этот момент, я запаниковала, я начала молиться, я начала призывать, Господи Иисусе, что сказать, вот, это самое, призываю, и говорю, Господи, помоги, чтобы он сейчас не отказал, фотографируется, значит, мы четыре часа ехали, деньги затратили за бензин, это же это самое, и я начинаю молиться, призывать Иисуса Христа на помощь, чтобы, говорю, Господи, вразуми его, чтобы он не противился, да, я еще всю дорогу молила, чтобы Господь смещал сердце вот этих, этих консулов, которые там работают, чтобы мне, я уже поняла, что будет такое, это самое, препятствие. Я не знаю, как вот, у меня вот на языке вот появилась вот эта вот речь, я говорю, так я православная христианка, я говорю, православная покрывается, в Молдавии, я говорю, ходят платка православные, а у меня бабушка на паспорте фотографирована, платки, и он так начал искать, типа искать закон, есть ли... Запрет. Запрет. Или разрешение. Что-то там ковыряется, ковыряется туда-сюда фотография, так это ничего не нашел, говорит, ну давай, пожалуйста, садитесь. Ну я такая села, у меня сфотографировала, очень красивая фотография получилась, вот, ну и все, закончили так, ну очень так, знаешь, как бы с, с лицеприятием, вот такое вот отношение. И, да, потом я ехала домой, я думаю, почему я сказала, что у меня бабушка, это самое, я проверяла себя, я солгала или нет, а потом я вспоминаю, я говорю, я вспоминаю, у меня же баб... Что-то ушел звонок, ты здесь, а? Слышно? я проверяю себя, я не солгала, я уже начала бояться, как это самое, может я это от страху, это самое, сказала ложь, начала вспоминать, у меня же есть эта бабушка, Александра, вот, это самое, она всегда в платке, и фотография все, я говорю, да нет, она еще живая, еще, другие у меня бабушки, другие много, тоже они все в платках, я говорю, не солгала ложь, не сказала ложь от страха, я уже это, сразу боюсь, я всегда анализирую то, что я говорю потом, потому что иногда бывает, вот скажешь, да, быстро, и... а потом думаешь, что ты сказал, почему ты так сказал, да, или почему так подумала, вот, особенно когда ты молишься, вот внезапно что-то тебе, вот спонтанно внезапно что-то, нужно сказать или принять решение, даже вот мы с мужем ходим делать документы, да, я в основном молчу, я стараюсь молчать, чтобы не сказать ничего, и не согрешить, как говорится, муж за меня, говорящая голова, так хорошо, когда вот муж за мужа спрячешься, и все, он там отпирается, говорит, там тужится, пужится, я сижу себе молюсь, я говорю, господи, помоги там, разреши, чтобы взять там документы, или еще что-то, или там у детей паспорт, у меня у детей, дети тоже на паспорте, они все в платках, тоже покрытые, причем, я делала фотографию, это муж у меня ходит, все делает, я думала, что муж будет противиться, а он наоборот, он выбрал фотографию, детей, я ему сфотографировала с платком, и без платка, я говорю, видите эти красивые, я говорю, да нет запрета вообще в Германии, чтобы без платков, и даже дети, и он сам пошел, сделал паспорт, и взял фотографии детей с платками, и паспорт там тоже выбрали, все сделали, никаких вопросов, когда он пришел домой, уже получили паспорт, пришел, и он говорит детям, идите покажите паспорт маме, чтобы я посмотрела, чтобы я даже удивилась, я думаю, как это так, он противился, все не хотел, он говорит, идите покажите, и все. Так, ну что, так уже полтора часа, ну все, господи, я верна была тебе, то есть я исполнила волю Божию, я не нарушила, и в этом должна быть радость, не то, что там муж скажет, или не нравится, или что, то есть полюбить Христа, если ты любишь Христа, ну, ты все пройдешь с любовью Господа, и Господь тебе поможет, и в этом испытание веры, если ты будешь верна Христу, и решишься, да, проявить решимость, дерзновение, ко спасению души своей, да, у меня еще, знаешь, вот с мужем, когда были вот разные такие вот столкновения, я говорю, не ты мне дал душу, не ты мне дал жизни, не ты меня воспитал, чтобы мне запрещать, спасать мою душу или нет, и когда я ему так сказала, он вообще закрыл рот, и он вообще на тему спасения, веру он не затрагивает, мы сейчас просто обмениваемся знанием, я делюсь с ним, и причем я то, что ему говорю, это обличает совесть, потому что сама совесть говорит тебе, что это ненормально, не то, что там, где у вас там написано, не прописано, я вот больше на совесть давлю, устыдить, и это стыдно становится, и очень неприятно, у меня муж, он меняется, вот столько времени прошло, особенно когда я ему делаю выговоры, обличаю, он меня тоже обличает, я тоже меняюсь, он говорит, Наталья, я тебе что-то говорю, вот, ты же мне что-то сказала, я уже поменялся, я больше так не делаю, говорит, а ты почему так делаешь? Я же сказала, то-то-то-то не делай так, и говорю, все-все, я поняла, все, ладно, с Богом, сестра. Да, с Богом. С Богом.